Да, мыться будем по регламенту. В выходные, а иногда и в будни, жители столицы не принимают ванну, не стирают и не готовят ужин. Подача воды заметно сократилась в Астане. Жалобы астаньчан, требующих элементарного воды, заметно участились. С этой проблемой жители столицы сталкиваются на протяжении нескольких месяцев. Кто-то уже успел привыкнуть и смириться, запасаясь водой. В нашем доме вообще идет давнишний спор. Допустим, вода шла более-менее нормально, но в связи с нарушением на насосной станции уменьшилось давление, и мы получаем воду в определенные часы. Слышала, что люди собирались есть-есть вода, собирались сделать какие-то действия, помыться, помыть голову, и вдруг там через час-полтора вода исчезла. Как думаете, это все-таки неудобство, допустим, мамочки с детками? Ой, конечно. Они там пишут в чате, что даже не могут там элементарно, санитарно помыть их там и так далее. Ну, у нас тоже такое, особенно в воскресенье, когда участников 6-7, когда все моются или все стираются. Отключают, ну, привыкаем к этому. Мы стараемся в этот день не мыться. Именно в воскресенье. В Левом берегу. МЖК 6. А, и там такая ситуация. Если вы хотите научиться разбираться в строительстве и сантехнике, уровень эксперт-магистр, вы можете просто жить в Астане. Вызвано тем, что, когда строили СМЖК, как бы не рассчитали инженерные сети. То есть, не рассчитанно это. Слишком много, большим темпом начали строиться, темпом большим начали вводиться в экспутацию. Естественно, инженерные сети не выдерживают угодно в воскресенье. Это все люди понимают, я считаю, так. Откуда бы мы узнавали новости, если бы не чат с любимыми соседями? Ну, у нас это написали в группу, что какие часы будет такой на порту. Вот я в этом доме живу в токтейле. На пятом этаже у них часто не бывает воды. Ну, мы все предлагаем свои ести, чтобы, если что надо, набрать, чтобы спускалась к нам. А больше как? Больше. Мы живем около старого вокзала, Акбугы у нас улица. У нас периодически бывает снижение воды вечером особенно. Выходные дни тоже самое. Тем более выходные дни. Запасаемся днем. Мы знаем, что у нас воды не будет, и мы запасаемся днем, да. Ну, как бы помыть посуду, принять ванну, помыть? Нет, периодически бывает вода. Ну, мало, совсем-совсем мало. Ну, то, что как помыться, это, конечно, проблема. Насосные станции нужно построить. Просто дома-то растут, а насосные станции не строятся у нас. Плохо бежит. Плохо бежит? Фактически бывает. Не бежит. После 12 ночи отключают. Ну, там, не знаю, по-разному. Иногда я на работе бываю. А как приходится вот запасаться водой, чтобы там помыться, помыть ребенка, допустим, да? Запасаемся. Набираете вода? Да. Попашки, да? Да, набираем. Для полного счастья астанчане просят совсем немного. Постирать, помыться, приготовить еду и зарплату побольше. Вы знаете, я живу на третьем этаже. Может, соседи на пятом страдают. Но у меня она так, особенно воскресный день, так хуже идет, чем обычно. Я не здесь проживаю. А, ну, по району. Вообще в Астане, в столице? Нет. Спасибо. В России, могу сказать. А, как в России можете сказать? Нормально, с водой. Хватает людям. Вы так, погостить приехали? Погостить. Ну, не мылись еще. Ну, спасибо уже. Почему не мылся? В бане был, нормально. С вами была Яна Мазуренко. Обязательно подписывайтесь на наш канал «Голос народа», а также пишите в комментарии, с какими проблемами сталкиваетесь вы. Спасибо. Спасибо.